Ну что, ребяточки, мы решили все-таки снять один выпуск с обзором нашего дома, нашего ЖК, чтобы вы знали, где живут ваши кочевники. И на самом деле ЖК оказался довольно-таки классным, мы уже в него влюбились. Сейчас будем вам все показывать и рассказывать. Во-первых, смотрите, выходишь из нашего дома, и у тебя вот такой вот лес, за лесом, правда, Д2, проходит там недалеко, и у нас будет своя станция Д2, вон там, вон вдалеке, через два дома, будет своя остановка. Но когда поезда здесь не курсируют между поездами, птички поют, ну просто потрясающе, так чирикают красиво. Особенно утром выходишь, когда еще прям совсем тишина, они аж заливаются. Наш дом еще не введен полностью в эксплуатацию, поэтому мы еще не можем попасть к нам во двор. У нас закрытый двор, закрытая детская площадка. Вот, есть также подземный паркинг, который тоже еще не сдан. Вот, и кладовые помещения, которые тоже еще не сданы пока что. Их, ну, попозже, когда все квартиры сдадут, тогда мы их получим. И, соответственно, так как дом не сдан, у нас в доме еще нет ни магазинов, ничего. Но ЖК в самом жилищном комплексе, он огромный, большинство домов уже сдано. И в большинстве домов есть уже и магниты, и пятерочки, и кофейни, короче, все, что хочешь. И мы вот сейчас идем в Буханку. Наверное, многие знают, кто живет в Москве. Это такая сеть Пекарень, Пекарн, Пекарн, в общем, там делают неплохой кофе. Вот, я часто с утра хожу туда за кофейком, и сегодня мы идем туда вдвоем с Сашей. Также вот здесь еще стройка идет, видите, стекла лежат, какие-то меняют, видимо, битые стекла. Были в некоторых квартирах. Вот этот дом тоже еще не сдан, короче, и пройти, и проехать к нам еще пока кто угодно не может, только по специальному, ну, не по пропуску, по документам, потому что здесь все еще идет стройка. Тут вот у нас школу строят, прямо под окнами будет огромная школа классная. Ну и вот, вот так вот он выглядит на ЖК. Конечно, если, знаете, так издалека смотреть, кажется, что это один огромный дом, но нет, на самом деле, расстояние есть между домами, и они довольно-таки приличные по меркам сегодняшних ЖК. Вот, наши окна в окна никому не смотрят, что очень круто. И вот это подземная парковка. Так, ребятки, вот так вот выглядит наш двор. Закрытая территория, она реально закрыта. Мы пока не можем, просто вот наш ключ, который доступ запрещен. Но еще дом, потому что не сдан, у нас будет своя барбекю-зона, вот она. Ну и там детская площадка, там всякие детские, я не знаю, как их называют, аттракционы. И есть небольшая волейбольная площадка еще. Так, добрались мы до домов, где уже все есть, видите, и озон, и магазин, и стройматериалы. Это вообще такой, получается, главный бульварчик нашего дома. Тут одуванчики цветут, такая красота. Также у нас здесь строится своя поликлиника, уже на финальном этапе строительства. Своя котельная, садики, школы, торговый центр. Это все будет свое. Вообще, это, получается, жилье комфорт плюс у нас. Вот. И даже своя станция Д2. И это будет первая станция, которую строит не государство, а коммерческий застройщик. То есть, кто строит наш ЖК, он же будет строить станцию. Прикиньте. Надеюсь, что он ее построит. Так что пока мы очень довольны. Есть, конечно, мелкие косяки, там стены не идеально ровные. Там умный дом у нас восстает периодически. Но в целом это все мелочи, и без них, мне кажется, идеально нельзя сделать сразу. Поэтому в целом мы очень довольны своей покупочкой, что у нас наконец-то есть квалтилка. Так, дошли мы. Здесь у нас цветочки, и с другой стороны кофе. Хочу вам цветочки тоже подснять. Они такие красивые тут выставили. Смотрите, какая прелесть. Забыл, как они называются. В общем, такие фиолетовые. И здесь магазин цветов. Еще цветы продают, как вы поняли. В магазине цветов. И вон там, вон пекарня и вкусный кофеек. Ой, здесь еще сейчас пока немного выпечки всякой, но уже все свеженько. И вот это мое любимое. Миндальный круассан. Просто обожаю. И готовится вон мое кофе. Так, ну что, кофеечек. Круассанчик свежий. Просто настроение плюс 100-500. Саша там за окном пока разбирается с дизайнером. Мы вообще решили сэкономить на дизайнере. И нашли какую-то региональную студию, которая просто вообще ничего не понимает, что такое дизайн-проект. Они нам сделали чертежи. И все. И такие, ну все, проект завершен. Такие, а где дизайн? То есть, чтобы вы понимали, ни выбора мебели, ни цвета, ни стен, ни пола, ни материала, ничего. Просто, просто чертеж. Чертеж сделали хорошо. То есть, нам показали там, каких размеров каждый шкаф в кухне должен быть. Вот это все у нас есть. Какая электрика, это все есть. Но нету какую мебель покупать, какое напольное покрытие, какого цвета, какие цвета сочетаются. И вот мы сейчас с ними ругаемся, чтобы они как бы нормальный полноценный дизайн-проект делали. Потому что мы отдали 82, по-моему, тысячи за это. А, ну, чертежи, просто чертежи мы могли бы заказать намного дешевле, там, тысяч за пять. Так, ребята, мы тем временем вам решили показать еще несколько прикольных мест. Наши мужика дошли до спортивной площадки. И это, ну, одна из самых лучших спортивных площадок, которые я вообще видела, вот честно. Это вот такая вот отдельная большая спортивная площадка с тренажерами. Здесь скамейка, пресс покачать. На турниках можно повисеть. Притом с утра здесь очень-очень мало людей. Все свеженькое, новенькое. Можно в настольный теннис поиграть. Там вон школа еще одна строится. Плюс здесь у нас стадион огромный просто. Реально, ну, как бы полноценное футбольное поле. Ну, полноценное, не полноценное, не знаю, наверное, нет. Но оно, правда, очень большое. Здесь вот трибуны для болельщиков установлены уже. Здесь, смотрите, еще кольца для волейбола. Это или это табло, не знаю, что это. Но, в общем, еще не все установлено, поэтому она еще закрыта. Но такая вот огромная площадка, чтобы играть в футбол, в волейбол, по-моему, вообще отличнейшая. И здесь тоже трибуны и продолжение спортивной площадки. Ну, во-первых, вот это вот все. Пожалуйста, здесь виси, как хочешь. Все переставляется, очень мягонько все ходит. Мы уже с Сашей пробовали. И вот здесь установлены тренажеры. Притом тренажеры, ну, прям классные. Знаете, не во всех спортивных клубах такие удобные тренажеры установлены. Здесь вес можно менять. Кнопочку нажимаете, и она прям очень мягко, плавно двигается вообще. Вот мне, как девушке, это очень удобно, потому что иногда в спортклубах они, ну, просто нереально сменить вес. А здесь прям одной рукой очень классно. Вот, разные-разные тренажеры на разные группы мышц. Все рабочие, ну, короче, этому мы очень довольны. Может, мы сюда и никогда не придем заниматься, но вариант того, что у нас есть такая возможность здесь подзаниматься, оно, конечно, очень сильно радует. И тренажеров вот тоже достаточно много, смотрите, все разные. Пожалуйста, пока вот тут девушка только занимается, и мы пришли чисто для вас поснимать. Поэтому здесь ходить особо негде, но только по самому ЖК нет какой-то такой, знаете, красивой дорожки, как у нас было в Таиланде, естественно. Но зато здесь можно с утра ходить, заниматься спортом. Будет потеплее, когда просто мы сейчас мерзнем еще. 13 градусов, для нас это как бы холодно. Можно будет ходить с утра, там, часик заниматься на тренажерах. Можно вон даже бедра качать себе. Короче, классно. Я очень довольна, что есть такая площадка у нас. Ну, ладно, хватит о нашем ЖК. Пойдемте покажем вам нашу квартиру. Там еще нет ремонта, он сейчас в процессе. Но, мне кажется, тем будет лучше показать до, и потом вам покажем после. Кстати, ребят, это наша стройка. И сейчас я вам покажу кусочек, когда мы были в Китае, как организована стройка там. Так, ну что, ребятки, вот и самое интересное у нас начинается обзор нашей квартиры. У нас сейчас идет ремонт еще, поэтому такая, знаете, заготовка под квартиру, назовем ее так. Но я думаю, что мы в течение следующего месяца уже закончим ремонт. И потом вам покажем, какая красота у нас получилась. Здесь у нас входная дверь. Сейчас пока все сняли, потому что штукатурили. Входная дверь от застройщика. Такая достаточно симпатичная. Вот такой странный потолок. Минус, короче, этого дома. Ну и вообще во всем ЖК так делали. Все трубы идут по потолку. Прикиньте. Огромная вот такая вентиляция. У нас здесь высокий потолок. Но из-за того, что огромные вентиляционные трубы идут, и нам придется зашивать их под потолок, высота потолка сильно пострадает из-за этого. Также у нас трубы с водой, электричеством. Все идет по потолку. Давайте первой комнатой с вами посмотрим кухню. Вот так вот она выглядит. Сейчас постараюсь, чтобы побольше было видно. Там я ролики загружаю. Тут же мы кушаем. Здесь пельмешки у нас варятся. Вода кипятится. Розетки. Все включатели, выключатели от застройщика уже были. Мы их сейчас сняли, потому что стены штукатурили. Здесь была штукатурка, но был тонкий слой. И просвечивали стены. Поэтому мы сделали еще один слой штукатурки мастера. Кстати, заказать вот мебель такую первоначальную, чтобы более-менее можно было жить, вышло примерно 100 тысяч у нас. Вот стулья заказали, стол, короче, посуду, по мелочи. Вроде бы не так много, а 100 тысяч вышло. Здесь у нас балкон. Меня очень раздражает, что здесь порог огромный. И раздражает, что нам не сделали окно. То есть у нас получается просто дверь, а должно быть здесь вот еще окно. По идее, но, как оказалось, у нас его в плане и не было квартиры. То есть здесь разные квартиры. Есть с окном и есть без окна. И мы не посмотрели и взяли без окна. Даже не обратили на это внимание. Ну, там на схеме на самом деле непонятно. Просто огромный проем. И как бы понять, есть тут окно или нет. А я хотела здесь убрать окно, сделать барную стойку, утеплить балкон и, короче, сделать продолжение кухни. Но бомба лейла, как говорится. Холодильник. Я на него уже навешала наши магнитики, открытки. Я так давно их собирала и так хотела все это повесить, что еще ремонта нет. Я уже все развесила. Закрыли его от солнца, потому что греется. Холодильник мы, кстати, заказали на Авито. Там есть магазин такой, который торгует бушной техникой. Вот мы его там заказали. Это горение. Он очень классный, короче. Вот так вот морозилка открывается огромная. И сам холодильник внутри огромный. Куча маленьких полочек. В общем, клевый. Здесь мы уже захламили балкон, естественно. Здесь техника, мойка воздуха. Но это все потом пойдет на кухню. На балконе тоже будем плитку класть. Вот. Скорее всего. Тем временем я здесь кипячу водичку для пельмени. Сейчас будем обедать. У нас вот такая вот одна однокомфорочная индукционная панель. Очень, кстати, удобная. Сейчас я закину пельмешки и мы с вами продолжим. Идем дальше по коридору. И заходим с вами в зал. Мы здесь временно организовали спальню. Очень грязно, ребят. Не обращайте внимания. Потому что полы заливают. Мы все выносим отсюда. Стены шпаклюют, мы выносим, заносим, туда-сюда. В общем, задолбались. Это самая большая комната. Это будет зал. Кстати, оцените, какие окна огромные. Просто я их обожаю. Вот. Мы купили уже телевизор, естественно. Чтобы Саша мог в свою плойку играть. Открытки ваши, которые на стриме разыгрываем. Такой шкаф купили. Не знаю, я его еще не оценила. Что-то мне не очень вроде как удобно. В чемодане все вещи валяются. Ну, и здесь тоже валяются. Вот. Обувь прямо здесь. Повторюсь, потому что таскаем вещи туда-сюда. Идет ремонт. Мы тут и живем, и ремонт идет. Все в чемодане. Еще из Таиланда чемодан даже не разобран. Уже две недели прошло. Здесь тоже сувенирка наша всякая лежит. Вот. И вот такие вот огромные, потрясающие окна. Мне очень-очень нравится. Мы еще потом подоконник побольше сделаем. Так вот зашьем батареи. Здесь тоже вот так вот сейчас выглядит Саша на рабочее место. Мы ему скоро закажем нормальное. Заказали подушки из эсконы. Просто потрясающие. Спин на них очень, кстати, удобно. Вот. А матрасы взяли на Валберес. Самый дешевый. И это отвратительно. Например, надо будет потом новый матрас покупать. Он без пружин. Потому что еще мы здесь то мерзнем, то нам жарко. Мерзнем, обогреватель включаем, жарко. Вентилятор включаем. Туда-сюда гоняем. У нас еще чемодан тоже не разобранный. В общем, хаос творится здесь. Идемте дальше. Здесь у нас два туалета. Это ванна с туалетом. Это просто туалет. Одну комнату с туалетом мы сделали как кладовку на время. Вот вон там, на самом деле, унитаз есть. Раковина тоже маленькая. От застройщика было полностью готовое решение по ванне и по ванне с туалетом. Вот. Останется только дверь поставить. Мы переделывать не будем, потому что это очень дорого. Но и в целом неплохо, на самом деле, сделано. Не самая уродская плитка. Вполне себе беленькая. Все как бы окей. Потом мы отсюда все вещи уберем. Сейчас они временно будут храняться. Потому что другого места нет. И ванная наша. Вот. Горячая вода. Тут все у нас уже есть. Вот так вот выглядит. Такое зеркальце маленькое. Короче, вот. Тут еще один унитаз. Сушилка. Она тоже была сразу от застройщика. И тут просто адский угол с косметикой. И сегодня я должна привезти машинку стиральную. Мы ее сюда поставим. Тут просто гора белья. Грязного не буду вам показывать. Наконец-то я постираю. Мы уже две недели без стиральной машинки живем. Это просто ад. На самом деле я стирала почти каждый день. В Таиланде я каждый день стирала. Потому что это раз вышел на улицу, все, вещи грязные. А у нас здесь вещи грязные. Еще быстрее. Потому что везде вот эта вот побелка. Она пачкает. Руки. Вещи. Ты все время белый ходишь. Короче, я очень счастлива, что я смогу завтра, наверное, уже постирать. Так, дальше у нас здесь самая маленькая комната. Здесь еще рабочую шпаклевку оставили. Тут ее, в общем, разводят. Еще одна комната осталась не зашпаклеванная. Здесь у меня уже цветы стоят. У нас здесь пока будет кабинет, где Саша будет работать. А потом, наверное, в дальнейшем будет детская. Посмотрим, как дела пойдут. Вот. Здесь я уже не удержалась. И у меня тут клубника. Клубника, кстати, смотрите, уже есть ягодки зелененькие. Вот. Это мы все из Таиланда привезли. Это у какой-то бабушки там купили. Она, ну, типа, милостыню просила. Ну, не просила милостыню, а продавала вот этих рыбок. И вот такого вот монаха еще купили. Он на солнечных батарейках и бьет в барабан. Это прикольно. Вот. Тут я в фикс-прайсе купила цветы и посадила. Здесь рукола у меня уже взошла. Хотя я недавно посадила. И вот такая вот розочка красивая. Короче, вот. И все включатели валяются, которые поснимали везде. Это такая небольшая совсем комнатка. По идее, здесь у нас будет такое огромное одно длинное рабочее место. Здесь будет Саша работать, здесь буду я ролики монтировать. И посередине у нас будет такой стеллаж, где всякие штуки из путешествий будут. А еще мы хотим магнитную доску сюда. Может быть, пробковую еще доску. В общем, такая чисто рабочая будет зона. Пойдемте, покажу вам спальню. Вот так вот она выглядит. Здесь тоже барахло. Это спальня, по-моему, 15 квадратов у нас. Тоже небольшая, не маленькая. Нормальный размер. И у спальни самый прекраснейший вид. Вид на зеленый лес открывается. Там он где-то вдалеке микрорайон. У нас здесь такая зелень. И вечерами здесь просто невероятные, ребят, закаты. Окна, конечно, грязные. Также от застройщика шли два корзина для кондиционеров в двух комнатах. И розетки тоже застройщик предусмотрел для кондиционера. Это вообще мега-супер, мега-приятно. И получается, вон там вот, туда в конце у нас будет станция Д-2. К 26-му году обещали построить. Вообще до этого нам ее обещали к 25-му году. Ну, теперь к 26-му году. Не знаю, посмотрим. Сделать застройщик ее или нет. Но в целом уже вроде как проект согласован с Подмосковьем. В общем, со всеми согласован. Должны вот-вот приступить к реализации. Здесь у нас тоже чемодан еще не разобранный. Просто вещи не хочется, чтобы они белые все были. Сумка вся белая уже. Здесь мы купили вешалку, на которую вешаешь вещи. И она, в общем, сгибается под тяжестью. Какую-то какашку взяли. И вот такая вот еще вешалка для вещей. Вот. А потом здесь будет спальня у нас. Здесь даже уже розетки под телевизор, под интернет. Все выведено. Короче, очень удобно. Единственное, здесь кривые косяки. Просто вот если смотреть, они прям вообще в разные стороны смотрят. Не знаю, что мы с дверьми будем делать. Но что-то будем придумывать. И мы, во-первых, перешпаклевали стены. Во-вторых, мы залили пол. Вот это синее, видите? Мы заказывали мастера. Мастер нам сделал полностью гидроизоляцию всей квартиры. Ну, кроме ванной комнаты там уже, потому что есть ремонт полностью. Вот эта вот вся синяя штука. И потом сделал нам наливной пол. И теперь мы можем спокойно выбирать любое покрытие, которое хотим. У нас идеальный ровный пол. Пойдемте подсмотрим, что же у нас здесь. Ой, как вкусно пахнет. У меня аж живот урчит. У нас всего три тарелки, короче, пока что. Ну, потому что смысл. Я хочу красивые тарелки. Смысл много некрасивых покупать. А красивые сейчас здесь все угвоздаются и разобьются об бетонный пол. Поэтому пока вот так вот. Ой, как вкусно пахнет. Все, ребят, мы кушать срочно. Короче, пока мы готовились кушать, машинку привезли. В общем, вот такая. Вот первый раз слышу этот аббурент. Первый раз вижу. Нам вообще дизайнер сказал. Потому что она единственная сушкой проходит нам по габаритам. По глубине, короче, в нашу ванну. Не знаю. Если удастся сегодня вечером установить, будет классно. А, все проще. О, magic. Да, вау. Вау. Выглядит, кстати, довольно-таки стильно, мне кажется. Молодец. Наша первая собственная стиральная машинка, которая будет в нашей первой собственной квартире. Ну что, ребятки, надеюсь, вам понравился обзор. Хоть и такой коротенький. Мы долго думали выкладывать этот ролик или нет. Но решили, что раз мы снимаем обзоры на наши съемные квартиры в разных странах, то уж на нашу первую собственную квартиру мы просто обязаны снять обзор на основном канале. И, кстати, напоминаю, что я создала второй канал. Ссылка будет в описании, где я рассказываю про все стадии ремонта в нашей квартире. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok